Верховный суд США единогласно встал на сторону Трампа и отменил решение суда в Колорадо о недопуске кандидата до выборов. Трампа обвиняли в том, что он якобы нарушил 14-ю поправку Конституции США о мятеже из-за штурма Капитолия. Очень важно то, что вердикт был вынесен единогласно. Не только шесть консервативных судей, но и трое судей-либералов возмутились попытками Димпартии снять Трампа с выборов. Теперь Трампу проще представлять себя жертвой политических гонений. Дело с самого начала не имело никакого отношения к закону. Трамп не устраивал штурм Капитолия. Наоборот, он призывал сторонников не применять насилие. Сам по себе этот штурм точно не тянет на настоящий мятеж и был организован социал-демократами. Опять же для того, чтобы снять Трампа и не допустить его до выборов. Не говоря уже о конституционном кризисе в случае снятия с выборов фаворита президентской гонки, который по рейтингам обходит действующего хозяина Белого дома. Верховный суд закрепил право штатов не допускать до выборов кандидатов на местном уровне, но не на федеральном. Теперь юристы Трампа смогут на основе объявленного вердикта восстановить его кандидатуру в Мэйни и Иллинойс, где также были попытки недопуска до праймерис. Параллельно в Верховном суде заслушивается иск Трампа о признании за ним президентского иммунитета. Это позволит заморозить все процессы по уголовным делам против Трампа. В целом штабу Трампа удается отбиваться от судебных атак социал-демократов. И это делает положение демократов совсем отчаянным, ведь они попросту не знают, как иначе удержать власть и не проиграть в ноябре.